В соответствии с указами главы государства по случаю 32-й годовщины независимости, многие наши соотечественники были удостоены почетных званий, орденов и медалей. За самоотверженный труд и достойный вклад в процветание Родины, их в торжественной обстановке вручили обладателям. Атмосферу праздника передают с регионов нашей республики. Всего в списке награжденных на основе указов президента в связи с 32-й годовщиной независимости Республики Узбекистан почетными званиями, медалями и орденами 32 жителя Ферганской области, представляющие различные сферы. Волнительные минуты, которые останутся в памяти на всю жизнь, как высокая оценка за достойный вклад в процессе обновления страны, ее дальнейшее развитие, самоотверженный труд на этом благородном пути, являющийся примером для молодежи. В торжественной обстановке были вручены ордена и медали. Я очень счастлива, что меня наградили таким почетным орденом. Большое спасибо моему государству за это. Я в дальнейшем буду достигать больших и больших высот и буду стремиться к высоким наградам. Наши спортсмены, которые выезжают за рубеж, показывают высокие результаты благодаря тому, что наш президент очень много делает для нашего спорта. Обладатели высоких государственных наград выразили стремление и впредь прикладывать все свои усилия для достижения целей, которые ставит перед собой новый Узбекистан. В Самаркандской области также группа преданных своему делу и самоотверженно трудившихся на благо независимости и развития нашей Родины удостоена государственных наград. Церемония вручения превратилась в настоящий праздник. Ведь в стране, где уважают человеческое достоинство и труд, никогда не останутся незамеченными старания людей, трудящихся на благо развития нашей Родины и благополучия народа. Наш город Самарканд уникальный город, потому что он исторический. Здесь великое культурное наследие, здесь жили великие ученые. И поэтому наш музей тоже уникален. Он существует уже более ста лет. Спасибо, что оценили скромный труд наших музейных работников. И я думаю, что дальше наши музейные работники, ну и я в том числе, будем в дальнейшем сохранять и популяризировать наше культурное и историческое наследие. В ходе мероприятия был подчеркнут вклад наших соотечественников, самоотверженно работающих во имя укрепления нашей независимости, воспитания здорового поколения. В свою очередь награжденные отметили, что государственная награда придаст им новые силы и мотивацию для более эффективной работы в будущем. Во имя новой жизни, во имя нового Узбекистана. Порыв, воодушевление и характер перемен, которыми охвачена наша страна. И каждый ее гражданин чувствует причастность к процессу преобразований, делающие нашу жизнь лучше и счастливее, меняющие наше мировоззрение, воплощающие надежды и мечты. Но все это приходит не само собой. За достигнутыми немалыми успехами и достижениями большой и кропотливый труд нашего народа, его сплоченность и уверенность в завтрашнем дне. Группе соотечественников в торжественной обстановке вручали высокие государственные награды и в Джизакской области. Мы очень рады, что наш скромный труд так высоко оценили, что еще более повышает нашу ответственность, придавая сил и энергии. Сердце ополнится радостью. Выступившие отметили эффективность проводимых в стране под руководством главы государства реформ, в основе которых человек, его честь и достоинство. Расширяются создаваемые условия для реализации потенциала каждого. Открываются широкие возможности в этом плане, особенно перед подрастающим молодым поколением. В среде награжденных и представители Номанганской области. Церемония вручения наград их обладателям прошла в Центре просвещения региона. Этот значимый день жители Номангана встречают достижениями в различных сферах, а именно в области промышленности, производства, сельского хозяйства и предпринимательства. Вместе с тем сформирована новая система городского развития. Это строительство домов, торговых центров, зон отдыха, детских спортивных комплексов, что послужит обеспечению благосостояния населения и удовлетворению его потребностей. Все те, кто внес достойный вклад в эту деятельность, собрались на торжественном мероприятии, где был высоко отмечен труд и заслуги этих людей. Моя деятельность была связана с воспитанием детей и работой с ними. При встрече с президентом он отметил, что видит во мне трудолюбивого, честного и любящего своего дела и свой народ человека, представителя старшего поколения Номангана. Поэтому врученная мне награда – это награда всех аксакалов нашего региона. Отрадно, что наши соотечественники, которые самоотверженно трудились во благо нашей страны и внесли достойный вклад в ее развитие, всегда в центре внимания. Честовали у достойных высоких государственных наград соотечественников и Сардаринской области. 16 представителей региона, плодотворно трудящихся в различных сферах, принимали ордена и медали, теплые слова поздравлений, в каждом из которых достойная оценка их самоотверженности и инициативности, отражение активного участия в процессе широкомасштабных реформ, направленных на главное – достижение согласия народа. Я мать троих детей, дочь работает врачом, сын – учителем. Сама я занимаюсь предпринимательством в направлении дошкольного и школьного образования и очень рада тому, что со стороны президента данной сфере уделяется большое внимание. Буду стараться вносить свой достойный вклад в решение актуальных задач, которые ставит перед представителями сферы глава государства. Очень рада тому, что награждена медалью «Шухрат». Высоко оценили мой скромный труд. И в этом заслуга всех ответственных лиц, активистов нашей Махали Ох Чангял, Хавасского района, всех представителей с прекрасной половиной. Я буду стараться совершенствовать свою работу в Махале, добиваться новых успехов в своей деятельности. Торжественная церемония вручения государственных наград группе соотечественников прошла и в Бухарской области. В мероприятии приняли участие как награжденные, так и руководители секторов, представители общественности, работники СМИ. В праздничной обстановке были высказаны слова благодарности и отмечены заслуги награжденных. Среди них работники социально-экономической сферы, представители промышленной отрасли, правоохранительных органов, сельского хозяйства и сферы услуг, работники науки и образования, а также военнослужащие. Сегодня незабываемый день в моей жизни. Мы живем в новой эпохе, в новом Узбекистане. Мы работаем вместе с народом во благо развития нашего государства. Тот, кто усердно трудится и предан своей родине, никогда не останется без внимания в нашей стране. В ходе мероприятия говорили о высокой ценности человеческого достоинства в нашей стране и реформах, проводимых на благо народа.